В ногах правды нет, но добиться ее можно лишь отстояв многочасовую очередь. Ежедневно сотни первоуральцев приходят в офис компании «Энергосбыт плюс», чтобы разобраться в коммунальной бухгалтерии. Уже не первый месяц горожанам приходят завышенные счета. Кто и когда решит проблему коммунальных начислений, расскажет Дмитрий Коньков. Из шести окон в офисе «Энергосбыт плюс» работают лишь два. Очередь едва движется. Часами ожидающие клиенты пытаются взять на себя роль операторов расчетного центра в дело вмешивается охрана. Большинство людей пришли за ответами на одинаковые вопросы. Почему в квитанциях такие огромные суммы? Почему вдруг площадь квартир на бумаге увеличилась на десятки метров? А Левтина Дерешева уже потратила немало денег, чтобы доказать, ее однокомнатная квартира не превратилась в двушку. Мне сейчас пришлось в поселковый совет, в единое окно у нас в Белимбае, брать справку, 400 рублей платить за нее, что у нас 35 квадратных метров, а не 48. Столпотворение в офисе «Энергосбыт плюс» уже не первый месяц. Квитанции с некорректными начислениями жители начали получать еще весной. В декабре это явление приобрело массовый характер. Платежи были 600 рублей, 700 рублей, и вот на следующий месяц приходит 2,5, на следующий месяц 3,5. В некоторые районы квитанции и вовсе перестали приходить. Горожане невольно оказались злостными неплательщиками. За три месяца вообще за отопление квитанции не приносили. И у людей копилась эта сумма. У нас в сентябре месяце не было квитанции. Там был переход и по отоплению. Сейчас нам насчитали 16 тысяч. Больнее всего действия компании «Энергосбыт плюс» ударили по пенсионерам, которые не по своей вине остались без положенных им компенсаций. К решению проблемы уже подключились депутаты городской думы. Человек остается для «Энергосбытовой организации» как просрочивший оплату. В связи с этим напрашивается вопрос о том, что человек не получит справку о том, что он оплатил все коммунальные услуги, и тот, кто имеет право на компенсационные выплаты с муниципалитета, просто их в следующем году, в течение полугода или квартала не будет получать. Чтобы защитить интересы первоуральцев, к ответу намерены призвать руководство «Энергосбыта». Также к делу подключат и надзорные ведомства. Совещание будет в пятницу. На него мы пригласили директора Свердловского филиала «Энергосбыт плюс», представителей прокуратуры, общественной палаты города Первоуральска. Мы будем решать проблемы наших первоуральцев. От руководства «Энергосбыт плюс» потребуют увеличение числа работников в первоуральском офисе компании, чтобы провести перерасчеты. Как можно быстрее. Дмитрий Коньков, Александр Захаров, Денис Неугодников. Новости Первоуральск.